Экберн пишет в своей книге, что у каждого из нас есть излюбленные чувства. Он говорит о том, что есть страдания, обида. Это искусственно обученные модели поведения. То есть нас обучили так чувствовать в детстве. И с помощью этих чувств мы получаем внутренний и внешний гомеостаз. Есть такая гипотеза, что сначала чувства, а потом события. И вот когда мы отказываемся от страдания, когда мы отказываемся от обид, от гнева, тогда нашей системе, возможно, не нужно будет создавать плохие результаты. То есть вот некая игра и получение выигрыша, раздражение, гнев, страдания. И как только ты начинаешь радоваться каждому событию, помнишь, что живешь в человеческой цивилизации, что каждый день уникально, что жизнь коротка. И ты понимаешь, ну хорошо, я хотя бы жив. Да, результат не такой, какой ты хотел, но могло быть еще хуже. И везде искать плюсы, и радоваться, и наслаждаться. Если это можно изменить, то изменить. А если это нельзя изменить, то принять. Ну, может быть, пять минут посопротивляться. А потом принять и наслаждаться. Видеть в этом плюсы и учиться радоваться. И не концентрироваться на проигрыше. И вот если ты при этом постепенно учишься, тогда, может быть, твоей системе не нужно создавать эти провалы, эти плохие результаты, получать выигрыш. Тогда система говорит, окей, если ты меня все равно не кормишь этими отрицательными эмоциями, тогда я не буду тебе эти сюрпризы устраивать.